Меня зовут Яков Файн. Работаю в компании Farata Systems. Компания находится в Америке и часть людей работает здесь, в Украине, часть людей работает в Белоруссии. Есть человека три, наверное, работает из России, но в целом мы занимаемся разработкой софтура. Мы делаем консалтинг, мы делаем продукт, мы делаем разные вещи. Ну вот, пожалуй, все о себе. Теперь я уже пятый год подряд приезжаю в Киев, очень рад сюда приезжать и надеюсь и дальше буду приезжать. Хочу выступить неплохо, чтобы меня и дальше приглашали. Итак, начнем про реактивное программирование, Reactive Thinking. Что это такое? Что это за штучка? Эта штучка была в воздухе, висела довольно давно. На самом деле, программирования нового не бывает, все уже было придумано в 70-е, когда я был молодым, а сейчас вы просто все переделаете, придумываете новые названия, у вас интернет даже есть и можно сходить на Google, документация есть. Но, в принципе, все уже давно придумано. Еще в 18 веке Козьма Прутков сказал «Бди». Это, собственно, и есть реактивное мышление. То есть смотреть по сторонам, что-то где-то произошло, а ты реагируешь. В этом вся суть Reactive Thinking. Чуть позже появились спредшиты, если вы помните. Это самое популярное софтвер до сих пор в мире, в бизнес-приложениях. Нет ничего более популярного среди юзеров, чем маленький спредшит со своими маленькими данными, чтобы к этим айтишникам не ходить. Это тоже Reactive Programming. Подумайте, как работает любой такой спредшит. Если у вас клеточка есть А1, есть клеточка Б1, их надо сложить, и результат будет в клеточке С1. В С1 вы прописываете формулу, правильно? Если поменялось А1, пересчитывается эта клеточка или все другие, которые были прописаны. Клеточка А1 не говорит «я поменялась, поэтому мне надо пойти туда, 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 туда и сделать такие вещи». Иначе это было бы что? Императивное программирование. Нам это не нужно. А мы хотим реагировать. То есть вы прописываете места, а данные, которые где-то поменялись, приводят к тому, что реагируют другие совершенно места. Существует разное определение по реактивному стилю. Во-первых, это Message Driven или Event Driven его называют. Называйте, как хотите, но это одна из главных вещей. Не императивное. Вы пишете набор небольших функций или методов Java, которые, ваши данные движутся по вашему алгоритму, и на каждом этапе они обрабатываются некой функцией. Я вам чуть позже объясню, что это такое. Есть некий реактивный манифест, вот их сайт. Это как хотелось бы, чтобы приложения работали. И зачем это нужно, скажем, Java-истам? А, кстати, эта технология и библиотеки, которые позволяют вам писать в реактивном стиле, существуют во многих-многих языках программирования. Уже лет 6-7 они уже существуют. Почему в Java надо вообще на это смотреть? В Java и так много есть всего хорошего. Дело вот в чем, что, хотя мы все знаем, что Java multi-threading – это наше все, но когда программируют люди multi-threads, они все равно создают то, что называется bottlenecks – узкие горлышки. То есть вы можете создать 50 threads, но если вы, допустим, делаете future, и потом это future делает get, это вы делаете blocking code. Вы сразу создали это узкое горлышко, и сколько бы вы ни сделали параллельных средов, все равно они потом будут ждать. Потом появилось нечто, что называется completable future. Это нечто уже стало лучше, уже стало более подходить к синхронной обработке данных. Вот, допустим, вы пишете supply task и then accept. Когда данные придут, я приму. Но тоже есть проблема. А что, если вы принимаете большую коллекцию данных? Большую коллекцию данных. То есть все равно надо ждать, пока эта большая коллекция соберется, подготовится. Вообще, в принципе, когда вы будете думать о этом реактивном программировании, думайте вот как. Если у вас где-то данные сначала собираются в коллекцию, а потом вы что-то делаете, вы уже теряете время. Не деньги, я хотел сказать деньги. Ну, вы уже попали, если сказать по-русски. В Rx желательно не собирать данные в коллекции. Данные приходят, идет поток, собирай и делай что-то делай. Взял, 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 взял и обрабатывай. В этом вся идея. Rx вот эти библиотеки появились в 2009 году. Пришли они из Microsoft. Rx.net был первым. И после этого ее портировали, я написал эту библиотеку на многие языки. Видите, здесь куча, куча, куча языков. Я не написал, но даже вот этот новый язык Kotlin тоже уже имеет эту библиотеку Rx Kotlin. Есть везде. И поэтому, если вы выучите где-то эту библиотечку, вы сможете легко работать в разных языках. Я вообще об этом не знал. Год назад я у вас выступал, я не работал с этим. И пришел я к этому вообще не из Java. Я работаю в JavaScript, TypeScript, Angular. Сейчас у меня доклад. Там тоже Rx. И я оттуда, там я это понял, как это работает. После того, как я это понял там, я посмотрел, как же у нас в Java. Да, все есть и в Java тоже. То есть есть библиотеки, которые портированы везде и для джавистов эта библиотека называется RxJava. Что более интересно, девятая Java, которая выходит сейчас, там уже это будет стандартно. Это называется reactive streams. То есть все те же идеи будут там. Там будет такой package, называется concurrent flow. То есть все, что я вам рассказываю, это не теория, это уже все реально, и вы с этим столкнетесь. Итак, главные игроки вот этого Rx. Я всегда буду говорить Rx, а иногда буду говорить RxJava. RxJava – это конкретная имплементация в данном языке. Вот и все. Observable – это producer. Это producer of data. Что-то, что вам дает данные. Observer – это consumer. Что-то, что принимает данные и будет их обрабатывать. Это observer. Наверняка многие из вас знают. Pattern – observer, observable. Subscriber – это то, что связывает observer и observable. То есть есть некий data stream, но когда кто-то на него подпишется, вот тогда все и начнется. А пока нет подписки, они просто declarative. То есть данные не идут, ничего не происходит. Оператор. Оператор – это нечто похожее, когда вы знаете stream, java8 streams, когда вы с помощью вот этого chain вы делаете функции, которые вы обрабатываете. Intermediate функции, терминальные функции, вы обрабатываете поток. Это оператор называется. Scheduler. Scheduler – это поддержка multithreading в Rx. Хотя вся фишка в том, что Rx изначально single-threaded. Но я вам расскажу, что это значит чуть позже. Теперь давайте посмотрим на паттерны. Все знают java iterable. И думайте об этом как о модели, которая pool. Мы вытягиваем данные, мы говорим, дай мне следующее. Дай мне. Это pool model. Вот, например, коллекция пива. Кстати, два года назад я вам рассказывал примеры из жизни пива. Сейчас это, типа, вторая серия будет сегодня. Но только уже с другой техникой. Вот, мы обрабатываем, видите, for each, мы обрабатываем каждый объект и смотрим, если пиво сделано в Америке, мы что-то делаем. Stream, которые появились в java 8, вот выглядит примерно так, но идея та же. Мы говорим beer, мы из него берем stream, например, skip 1, пропусти первый, ограничь тремя, отфильтруй по американскому пиву, а потом map. Map – это преобразование. Ты ему даешь один объект, а он тебе дает другой объект. Даем и фильтруй, и map у лямбды, и for each мы что-то делаем. Все равно это pool, это все равно pooling model, хоть это и stream. Есть, говорят в Штатах, a fool with a tool is still a fool. То есть, если tool дает дураку, он все равно дурак. Вот, ну а если немножко перефразировать, a pool with a tool is still a pool, то все равно это pooling, понимаете, ничего не поменялось. Если кто-то из вас читал такую книжку, если у кого-то были проблемы со сном, то вы видели, наверное, эту диаграмму. У меня есть такая книжка, я ее никогда не прочел до конца, но я делал много попыток. Вот, и там, в частности, на этой диаграмме показаны основные дизайн-паттерны. На этой диаграмме с красными стрелочками я вам показываю два паттерна. Один называется итератор, а второй называется observer. На этой диаграмме они никак не были связаны, хотя они должны были быть связаны. И теперь мы к этому пришли, мы это поняли, что observer-паттерн, это реально итератор, вывернутый наоборот. Реально, в iterable, я вот здесь написал слово и антоним для него, iterable, антоним ему observable. Если iterable, я прошу, дай мне следующий, дай мне следующий, дай мне следующий элемент, то observable, я ничего не прошу, я просто готов принять следующий элемент, когда он появится. Скажем, итератор, iterable дает вам итератор, правильно? Здесь, соответственно, observer принимает данные из итератора, то есть pull versus push. Теперь с помощью картинок попробуем все-таки сказать что-то, чтобы было вам понятно, о чем это я. Допустим, у вас есть некий станок, который печатает журналы. Это будет наш data source, то есть всегда нужен какой-то data source. То, что мы обрабатываем с помощью Rx, нам все равно нужны данные. Почтальон Печкин, это и есть observable, то есть то, что вам push делает, то, что он приносит эти айтемы. В данном случае, что может быть айтемом? Это может быть журнал. Так? Вот этот журнал Почтальон Печкин носит. Кому он несет этот журнал? Подписчику, правильно? Тому, кто на него подписался. И кто же на него подписался? Теперь опять про термины. Есть subscriber и есть observer. Подумайте внимательно. Конечно, Бараку Обаме не очень интересно читать этот женский журнал, хотя, конечно, женщина красивая, невзирая на проблемы со спиной. Но есть Мишел Обама, которая хочет читать этот журнал женский, но у него нет денег, чтобы подписаться на него, правильно? Поэтому какова роль Барака Обамы в данном случае? Его роль посредника. Он связывает observable, то есть datastream, который push at you, и observer, который знает, что с ним делать. Сабскрайбер, внимание, не знает, что делать с данными. Но он знает, что я умею подписаться, я умею unsubscribe, прекратить подписку. Теперь API очень простой. Посмотрите на три функции. Что может сделать почтальон Печкин на Мишел Обама? Он на ней может вызвать три метода. UpTo. Может один. OnNext, OnError и OnComplete. Вот только эти три. Это весь интерфейс во всех библиотеках Rx в любых языках. Это вся идея в этом. Когда я хочу данный следующий элемент дать, я вызываю OnNext. На ком, на observer, внимание, на observer вызывается OnNext. Если происходит ошибка, скажем, exception какой-то в Java, то мы вызываем на observer OnError. То есть специальный выделенный канал для ошибок. И если стрим закончен, мы можем сигнализировать и сказать, все, стрим закончен, дальше больше не будет. То есть это push-модель, когда observable делает push, сабскрайберы имеют некие observer, observer обрабатывают данные. Еще раз. Observer – это consumer, observable – это producer. Если посмотреть на API, на документацию, мы увидим вот следующее. Что мы делаем? Мы создаем observable объект как-то, я покажу как. Мы ему говорим subscribe. Когда вызывается subscribe, вот тогда данные идут. Сам факт, что мы объявляем observable, ничего не делает. И мы говорим subscribe и даем ему subscriber. Класс subscriber, если вы смотрите на документацию, он имплемент observer интерфейс. Что такое observer? Это три метода. OnCompleted, OnNext и OnError. Три. Запомните, у observable, у продюсера, он вызывает один из трех методов, соответственно, где-то консюмер должен сказать, что делать, если next вызвали на мне, что делать, если complete и что делать, если ошибка. И вот пример кода, который вам должен быть очень понятен и легок. Скажем, observable.beer. Каким-то образом мы создали observable на каких-то данных и очень похоже на то, что вы делали со стримами. Только на стримах вы вызывали эти intermediate functions, а здесь мы вызываем оператора. Они называются то же самое. Skip1, возьми только три элемента, отфильтруй, и map – это преобразование. Но обратите внимание, если я не вызову функцию subscribe, если я удалю слово subscribe дальше. Ничего не происходит. Это просто объявление. Вы объявляете свои действия, которые вы когда-нибудь сделаете. Когда? Если кто-то подпишется. А если не подпишется, ну ничего, как перемен, объявили и объявили. Subscribe – это именно то, что приводит все в движение. Что мы дали subscribe? Мы ему дали три аргумента. Что делать, когда OnNext на тебя будет вызван? В данном случае, вот это beer – это лямбда, да? Beer – мы просто хотим напечатать. Что делать, если ошибка будет вызвана? Ты получишь exception. Хочешь – напечатай, хочешь – делать что-нибудь другое. И что делать, если stream is over, закончился? По комплиту мы тоже печатаем. Вот так это делается. Как вообще начать? Из чего начинается все это? Начинается очень просто. Идете на maven, maven-central, ищите там RxJava. Найдете строчечку. Хотите, стройте сами библиотеку. Хотите, возьмите jar. Я просто взял jar. Один jar, который RxJava в данном случае. У меня 1.1.3, уже есть 1.1.4, не суть. Добавьте его в PES на свой проект, и все. Больше ничего не надо делать. Прелесть этого подхода в том, что он вам не говорит, и я вам не говорю, объектно-ориентированное – это хорошо. Или объектно-ориентированное – это плохо, переходите на функциональное. Как хотите, так и программируйте. Хотите в данном месте конкретном использовать элементы Rx, пожалуйста, jar есть – пользуйтесь API. Не хотите – не пользуйтесь. Поговорим об операторах. То есть данные движутся, а по дороге мы их преобразовываем. Один оператор, второй, третий, четвертый. Что такое оператор? Это трансформирующая функция. Она принимает на вход observable и отдает observable. Благодаря этому мы можем делать что? Мы можем делать чейнинг. Так как любой оператор, известен его API, на вход observable, на выход observable, мы можем через точку, цепочку из них выстраивать. Это функция. Вот, например, здесь, observable filter. Filter – это оператор, они называют его. Что мы ему даем как аргумент? Мы ему даем лямбду. Что такое лямбда? Это функция. То есть, опять же, функциональное программирование. Такие термины, как pure function, то есть чистая функция и higher order function. Filter function – это какая? Как ее можно назвать? Кто скажет? Чистая функция или higher order функция? Все, кто сказал чистая, сказали неправильно. Это higher order function. Что такое higher order function? Это функция высшего порядка, наверное. Это значит, что это функция, которая может принять функцию как аргумент и может вернуть функцию, что и делает filter. Как вы видите, filter принимает функцию как аргумент. Те, кто сказали, что это чистая функция, они тоже правы, в общем-то. Напрасно я на вас. Правы они почему? Потому что чистая функция не имеет side-effects. Что такое side-effects? Это я написал функцию, которой нужны где-то какие-то instance variables или я что-то там написал на диск, то есть после меня что-то осталось. Side-effects. Что-то additional, что-то нечистое. Кто-то из вас знает термин friend-with-benefits. Ну вот, это похоже. Так, чистая функция ничего не возвращает, да? И ничего не меняет, извините. Теперь, как люди изучают все это Rx? Как это понять? В Java Streams очень мало вот таких функций, которые заранее известны, там типа map, filter, их очень мало. А здесь сотни заранее написанных, подготовленных функций. Но чтобы ими пользоваться, нужно поменять немножко мышление и понять, как они работают. Эти функции документированы, но не всегда они документированы интуитивно, но очень популярный вариант документации их, так называемые marble diagrams. Вот это пример, marble diagram. То есть, скажем так, показана в документации функция map. Как это понимать вообще все? Сверху идет поток, stream of items. В данном случае это кружочки разного цвета. Идут красный пошел, желтый, зеленый и так далее. Вертикальная палочка вот эта здесь, это означает, что конец стрима. Если бы была ошибка, на диаграмме будет показан красный крестик, что там где-то ошибка произошла во время стрима. Так, что делает map функция? Map всегда берет объект одного вида, а возвращает другого. То есть, мы можем взять объект, instance объекта beer, вернуть строку, например, склеенную. И вот это так надо и понимать. Вот смотрите, функция map, она что-то берет и превращает в что-то другое. В данном случае шел поток кружочков, а мы взяли их и превратили вот в эти ромбики. Вот так надо понимать эту функцию. Map берет поток чего-то одного, а выдает что-то другое. Или filter функция. Вот так выглядит marble diagram для функции filter. Что она говорит? Фильтр говорит, что я не хочу иметь все вот эти, как это называется, формы shapes. Я хочу увидеть только кружочки. То есть, фильтрация идет. То есть, фильтру дается какая-то функция предикат, которая возвращает true или false по вашему condition. И вот в данном случае мы сказали, мы хотим только кружочки. Это и есть фильтр. Оператор chaining можно делать, можно приклеивать один, второй, третий. Как мы можем склеить map, а потом фильтр? Ну, так можно нарисовать эту диаграмму. Сначала из потока отбери только, вернее преврати все кружочки в ромбики, а потом фильтром из ромбиков оставь мне только фиолетовые. То есть, идея такая. И вернемся опять к пиву. То есть, как происходит процесс пива, варенья. То есть, есть много всяческих емкостей, а пиво движется. Что такое пиво? Это данные. Пиво – это жизнь. Правильно? То есть, пиво движется, а вот все эти стоечки, да, эти стоечки – это и есть наши операторы. То есть, подумайте вот о чем. В императивном программировании вы напишите один большой класс, в котором есть 50 функций, и вы напишите код, который будет говорить, сначала вы замените эту функцию, эту, эту, эту. А здесь наоборот. Здесь данные движутся через ваш процесс, а вы по дороге ставите отдельно изолированные операторы, которые являются функцией. Ну и теперь, как создавать все-таки observable? Есть много разных API. Когда вы добавите в свой класс path, вот этот jar файл, у вас сразу появится класс observable, и там штук 300 операторов, и вы пишите observable. Например, create. Вы можете from написать, создай мне observable из коллекции. Вы можете создать observable из callable thread. Вы можете пустой создать. Создайте observable из какого-то диапазона. Just – это создай мне observable из одной какой-то вещи. Давайте посмотрим такую первую демку про observable client. В конце у меня есть слайдик, там все примеры есть, на GitHub все это выложено, поэтому можете попроверить потом сами. Итак, в данном случае этот примерчик, который говорит, вот о чем. Он говорит, я хочу вызвать функцию на каком-то бирсервере, get data, и данные, которые я получаю обратно, они какого типа. Они типа observable, да? Вот я их в импорте подключил сюда. Observable, ну и generic, там, бир, допустим. То есть, что я могу понять по этой строчке? Я могу понять, что есть некий метод, get data где-то, который мне возвращает observable. После строчки номер семь, в третий раз повторяю. Никаких данных сюда не придут. Никаких. Пока что? Пока я не напишу строчку номер десять. В строчке десять я делаю subscription. В строчке семь просто объявление того, что может произойти со мной. Я могу начать получать поток пива. Вот я делаю subscribe. Вот. Что делает subscriber? Вспомним тот слайдик про Печкина. Сабскрайбер связывает вместе observer и observable. Consumer и продюсер. То есть, мы говорим, я хочу создать нового сабскрайбера. И что мы ему даем? Мы ему даем, мы говорим сабскрайберу. То есть, реально это мы создаем класс, да? На ходу. Мы ему говорим, вот те методы on next. То есть, когда на тебе кто-то вызовет on next, делай вот это. Печатай в данном случае. То есть, вот это реально, это реально наша имплементация observer. Что должен иметь observer? Три метода. Что должен иметь observable? Три метода. Observable делает push, observer принимает. Мы сказали, когда на тебя вызовет. Кто вызовет? Я не знаю. Если кто-нибудь вызовет on next, вот делай это. Если кто-нибудь вызовет on-error, делай это. И если кто-нибудь вызовет on-complete, делай это. Понятно? Мы передали объект, мы описали объект, который знает, что делать. Теперь, что у нас за бирсервер? Вот он он. Бирсервер – это наша коллекция разного пива. Функция loadSeller ее загрузит в ArrayList. И мы хотим превратить эту коллекцию в observable. То, что вы уже знаете, мы хотим его сделать так, чтобы он мог push делать. Это коллекция. То есть, мы написали функцию getData. Мы загрузили пива в этот ArrayList. И мы говорим в этой функции. Мы хотим, чтобы ты стал observable. Чтобы ты стал продюсером. Что должен знать продюсер? Опять повторяю. Как сделать next? Подправить. Как отправить ошибку? Как отправить сигнал completion? Итак, что я говорю? Я использую в данном случае API create. Observable.create. Когда мы создаем observable, мы говорим, тебе кто-то даст subscriber. Я не знаю, кто, но когда вызовут на тебе subscription, тебе дадут subscriber. Вот он, аргумент. Тебе дадут этот аргумент. И что надо с ним делать? В данном случае я в цикле бегу по коллекции пива вот этой ArrayList. И я вызываю на subscriber, которого мне дадут. On next. Все, что я делаю. Правильно? То есть, push. Я взял коллекцию, но я делаю push каждого элемента. Кому-то. Кому, я не знаю. Мне дадут subscriber ссылочку. Все. И если вдруг error выскочит по дороге. В данном случае маловероятно. Я бегу по коллекции. Но если выскочит, да, я вызываю on error. Внутри catch, внутри обычной java exception, я говорю, отправив по каналу ошибочному. Это на самом деле довольно ценная вещь, особенно если делаете вы distributed приложение, где много разного кода выполняется, особенно синхронно, как обрабатывать ошибки. Здесь все чисто очень. Вам выделяется канал, все придет через канал on error. Вот так это отработало. Ну, если мы сейчас запустим этот client просто, то вы увидите ничего особенного, вы увидите, что он примет все эти данные. Видите, я через секунду или сколько я отправляю из этой коллекции, я делаю push on next, on next, on next. Данные приходят. На самом деле, если кто-то из вас работал с месседжингом, эта идея, в принципе, довольно похожа, мне кажется. Думайте, скажем, message topic, да, topic – это считаете, что на этот topic можно что-то публиковать, а кто-то может подписаться. Теперь методы, которые называются с сайд-эффектами. Это что? Это когда вы пишете метод, допустим, вам надо для отладки что-то, или вы хотите записать на диск что-то, и вы хотите пользоваться тем же синтаксисом, то есть есть observable, а к нему вы делаете chain, chain, chain новых операторов. Один из них – do. Они будут не pure, потому что они после себя что-то оставляют, но они есть. Вы можете сказать, на каждой emission, когда вы получаете данные – do, вот это, on error, on completed и так далее. То есть вы можете встраивать в этот список, в эту цепочку операторов – do разные, и они вам будут что-то выдавать. Поговорим немножко об ошибках. Error handling – observer, observable. То есть если данные есть, вызывается next на com, на observer. Если ошибки произошли, вызывается on error на com, на observer. completed на observer. Всё на нём. И что интересно, они сделали очень удобный вариант для failover. То есть, в принципе, вы должны думать вот как. Что стрим, который выдаёт, observable выдаёт, он может закончиться двумя вариантами. Либо успешно – нормально, если вызван метод on complete на observer, либо ошибка произошла. Ошибка – это тоже завершение потока. После этого поток прекратится. Но они сделали интересную вещь, которая позволяет вам делать обработку ошибок на лету и на лету переключаться на другой поток. К примеру, у вас идут данные с этого дейта-центра. В этом дейта-центре что-то произошло, данные перестали. И даже и без специальной обработки, с помощью маленькой функции, например, какой я возьму, там, retry when, или on error resume next, вы можете сказать, прошла ошибка, она вам придёт. В этой функции вы посмотрите. Если ошибка 500 код, к примеру, то репортируй, то, вернее, переключись на другой поток. Сейчас я вам покажу, как легко это делается. Одной функцией. Одной функцией. Надо её просто перед подпиской, надо её поставить, эту функцию, что делать с ошибками. Вот это называется beer with failover, где-то там. Вот. Давайте посмотрим сюда. Это всё идёт на тех же данных. Вот этот кусочек здесь я добавил. Посмотрите. Вместо того, чтобы писать subscribe, я добавил ещё вот эту штуку. И что происходит? Если ошибка произошла, этот оператор, on error resume next, перехватит её. Он её перехватил. Вы туда написали логику. Написали логику, допустим, здесь идёт проверка кода ошибки или ещё чего-то. Если вы решили, что надо переключиться на другой поток, вот это то, что я делал. Видите? У меня изначально я вызывал, я обрабатывал поток, который выдаёт функция get data, но в случае ошибки я переключаюсь на другую функцию, которая называется get data from another server. То есть вот этот маленький кусочек ваш весь failover, переключение с одного потока на другой. Так, а остальное тоже самое. Давайте посмотрим довольно быстренько на сервер, который с failover. В этом сервере у меня что есть? У меня есть функция get data, та же самая, да? on next, on next, on next. Но что я здесь делаю? Я случайным образом генерирую ошибку. Если, допустим, random number меньше, чем 0,3, то я специально генерирую ошибку, чтобы создать эту ситуацию, что якобы что-то произошло, что его переключение произошло. Если get data, поток, который выдаётся через get data, бросит ошибку вам, тогда get data from another server, реально я использую ту же коллекцию, но мы переключаемся на другой метод, и он уже заканчивается, заканчивает свою работу нормально. Давайте запустим этот примерчик, bear client with failover. Run. Сейчас где-то ошибка должна выскочить. Видите, посмотрите, восклицательные знаки вот здесь. Switching to n. То есть была брошена ошибка, она легко перешла на другую функцию и продолжила работу с потоком. Понимаете? Насколько легко это делается. Еще раз запустим ее. В другом месте там выбросится ошибка случайным образом. А может и не выбросилась, да. Вот видите, switching to n. и так далее. Легко. Легко и удобно. Теперь посмотрим на другое. Flat map. Flat map operator. Тоже важный оператор. Когда я, в общем, начал это изучать, довольно сложно мне было понять, что они хотят с этим flat map. Flatten the map. Map что делает? Map преобразовывает объект из одного типа в другой тип. А зачем его надо flatten? Дело в том, что объект, который вы получаете, может быть не простой, а сложный. Это может быть коллекция других объектов. То есть вам приходит поток не простых объектов, а поток коллекций, к примеру. И вам нужно его flatten. Я не знаю, какой есть аналог русского. То есть пришел элемент, а вы из него выворачиваете его внутренности, которые тоже набор элементов. Вот так выглядит эта картинка. Но чтобы ее понять, давайте посмотрим вот на это маленькое видео. Вот это observable пришел, но он принес вам сложный поток, да? А сейчас пошел flat map. Вот это то, что flat map есть. Понятно? Вот это они делают flat map. Итак, приходят, по-английски это palette, palette по-русски это поддон. На поддонах приезжают напитки. Один поддон, observable делает push, да? А из него мы ящики вынимаем, это flat map делает. Шел второй поддон с другими напитками, а из него мы раздеребанили и получили flat map другой. Давайте посмотрим на примерчик, как это выглядит в коде. Observable, где-нибудь здесь. Observable drinks. У меня есть drink, там какой-то абстрактный или не абстрактный класс, да? Из него наследуются пиво и soft drink для лимонадов всяческих. То есть, что мы делаем? Что мы здесь делаем? Я здесь делаю две коллекции. Одна коллекция пива, а вторая коллекция soft drinks, да? Вот здесь. Лимонад, Pepsi, Fanta. Вот. Что я делаю здесь? То есть реально я хочу нагрузить поддон с пивом и сделать push. А следующий поддон с лимонадами и сделать push. Вот. И посмотрим, как это работает. Вот посмотрите сюда. Я говорю get drinks. Видите, функцию я написал. В этой функции что я делаю? Я создаю observable, да? Я говорю, когда кто-то подпишется, не знаю кто, не знаю когда, но когда они подпишутся, они мне дадут observer. У них нет другого выхода. Они его дадут. И subscriber. И я на нем буду вызывать. Вот на нем я хочу вызвать только две вещи. Один раз я туда отправлю набор пива, поддон пива. А потом я еще раз отправлю поддон лимонадов, и на этом закончится мой поток. Видите? Запомните, в данном случае одна item – это поддон чего-то. Вот и все. Теперь смотрим на обработку, main method. Да? Я вызываю метод get drinks, который вызывает observable, вызывает observable, вернее, возвращает observable. Да? И я говорю, я хочу с ним что-то делать. Я мог бы просто написать subscribe здесь, прямо subscribe, но тогда я получал бы поддоны. Да? Грузите апельсины бочками, помните? Но я говорю, нет, я не хочу получать поддоны, я хочу их развернуть в ящике. Что я делаю? Я пишу flat map. Я говорю, ты получишь следующий поддон, преврати его в observable, и только потом я подписываюсь. Понимаете? То есть я реально подписываюсь на отдельные ящики, а не на поддоны. Одной строчкой идет преобразование. Вот это и есть flat map. Есть еще варианты, интересные варианты. Есть такой оператор switch map. Скажем, в моем докладе про Angular я буду показывать похожие вещи, но там какая фишка? Там очень удобно делать cancel observable. Там идет, представьте себе, идет запрос HTTP, а юзер передумал, он отправил запрос и думает, о, я ошибся, дай-ка я другое отправлю. Пошел второй запрос HTTP, а первый-то не закончился, да? Его нельзя убить с помощью обычной Ajax-обработки. А с помощью switch map можно в случаях, там, медленной коннекции и так далее, это полезно. Это я буду показывать на другом докладе, но это та же идея – observable и Rx. Schedulers. Schedulers – это о средах, о multithreading. Вся идея стримов вот этих Rx-ов была в том, что они должны идти, что коммуникация между observer и observable идет только на одной thread, на одной. Если вы хотите, вы можете сделать много таких коммуникаций, но одно общение на одном thread – это упрощает намного программирования. И теперь давайте подумаем вот о чем. Ну мы же любим multithreading, мы где-то хотим распараллилить что-то, поддерживается ли это здесь? Да, поддерживается. С помощью механизма, который называется schedulers. Scheduler – это реально, это какой-то один из executors, который вы знаете. Вы решаете, как распараллилить. То есть, есть вариации метода subscribe, одна из них – subscribe on, а есть вторая вариация, которая называется observe on. Подумайте внимательно. У вас есть observable, который с этой стороны на каком-то thread делает push, правильно? Все примеры, которые я показывал до этого, они были на одной и той же среде – и observer, и observable. Я не указывал никакой multithreading вещь. Если я говорю subscribe on, я могу сказать, что observable будет push делать на данном конкретном thread. Я могу сказать, сделай отдельный thread, выдели его и там push делай. А observe on говорит, консюмер на каком будет принимать, на том же или нет. Я могу сказать, нет. И это важно. Это важно во всех ситуациях, когда у вас есть GUI, когда у вас есть swing. Вы знаете, что swing должен идти апдейт экрана на определенном thread, да? JavaFX. Если вы работаете там с андроидом, например, весь UI должен идти через main thread андроидовский. То есть, что получается? Вы можете сделать subscribe on, чтобы push данных происходил на одном thread, а когда приходит время показать на UI, чтобы автоматом прошло переключение thread на другой. То есть, observe on говорит, переключи консюмер, должен вернее работать на этом thread, а subscribe on говорит, что продюсер должен работать на том thread. Есть много разных так называемых schedulers strategies. То есть, когда вы делаете observable, вы можете дать параметр, сказать, используя computation strategy или IOS strategy или так далее. Computation strategy, это вы говорите, у меня процесс, в котором есть много вычислений, computations. Если много вычислений, вы не должны создавать много thread, потому что вы убьете свои коры, да? Автоматом Rx делает для вас это. Rx возьмет, посмотрит, сколько у вас коров есть в CPU в машине и создаст количество thread или столько же, это же минус один, чтобы не убить вашу машину. Если у вас не computation intensive обработка, тогда вы можете сказать, я хочу вот этим IOS воспользоваться. IOS strategy говорит о том, что я могу делать много threads, потому что у меня они не считают ничего много, они наоборот там берут данные из каких-то мест и часто они idling делают. Поэтому это стратегия. Ну, new thread говорит, на каждую subscription делаем новый thread. Scheduler from, можете создать executor и им будет пользоваться подписчик. Trampoline, они еще все эти запросы будут в очередь выстраиваться. А вот там в конце, скажем, если вы на андроиде работаете, вы можете сказать, на main thread переключайся. То есть, все это сделается. Switching thread происходит, на одном thread идет оператор, 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 потом раз на subscriber мы можем переключиться на другой thread. Параллельная обработка. Для параллельной обработки можно сделать некий трик, фокус с flat map. И что это за фокус? Когда вам приходит поток на одном thread, для каждого элемента, который пришел к вам, вы можете сказать ему flat map и дать ему новую thread. Следующая пришла, пришел поддон, его на другой thread и так далее. Но subscriber всегда подсаживается на ту thread, по которой пришел элемент. Ничего вам программировать не надо, то есть никакого сложного multithreading нет. Ну и вот демку я вам сейчас покажу. Одна демка называется subscribe on observe on, а вторая называется parallel streams. Она находится вот здесь, в пакетике schedulers. Subscribe on observe on. Посмотрите, очень синтаксис состоится тем же, я только сделал маленькую добавочку. Во-первых, вместо слова subscribe я тут написал subscribe on, да, и я сказал, я хочу, чтобы ты выполнялся на computation thread. Да, потом я do on next – это side effect operator, я там что-то там лог делаю. Потом я говорю observe on, а вот consumer должен работать на среде аёшной, на другой сред. То есть реально происходит переключение средов, а вы даже и, как бы, ни сном, ни духом. То есть, скажем, есть некий mature beer там, выдерживается пиво, некая функция, да. Я в ней печатаю просто имя среда. Давайте запустим эту маленькую программку и мы посмотрим, что. Мы посмотрим, что у нас. Видите, сначала push шёл, вот и логинг я делаю специально, он шёл на каком-то там Rx computation thread pool номер 3. Я его не делал, Rx сам его сделал, он сам выделил мне одну из средов для того, чтобы вот этот логинг происходил у меня. А логинг у меня происходил где? Вот здесь. Вот он. Видите, вот do on next. Это на стороне продюсера я делал лог. И он шёл по третьему, этому среду. А вот посмотрите, mature beer, это уже consuming, да, вызвался у меня. Обратите внимание, mature, все mature идут на другом среде, номер один, да, другая, другая strategy. Вы можете сказать, ну, это, конечно, классно, но тут у тебя всего-то два среда. Один на продюсер, один на consumer. Как же сделать параллельно и больше, если мне нужно? Тогда мы смотрим на примерчик, который называется parallel threads. Тот фокус, который я делаю, я просто делаю flat map. Обратите внимание, я беру observer, был такой же from, я ему говорю flat map. Я говорю, ты сейчас примешь нечто, и вот когда это нечто примешь, я хочу тебе выдать отдельный сред. Смотрите, я ему говорю, ну, в данном случае я говорю, just, я говорю, возьми один элемент. Допустим, у меня пришёл поддон с пивом, да, 20 ящиков на нём было. Я говорю, just, возьми первый, да, и, вернее, возьми только один, извините, и подпишись на него на computations ready. Следующий придёт, вернее, потом возьми следующий ящик и опять подпишись и так далее. Потом делаем чурбир. И дальше идёт подписка. Мелкие изменения, как вы видите, и сейчас посмотрим на эффект. Извините, не то. Запустим parallel streams. Run. И что мы видим? Что сейчас уже количество сред будет побольше. Посмотрите. Видите, уже было здесь выделено, а она сама сделала. У меня на этой машине четыре кора. Она сама сделала мне computation thread pool, она сама поняла, сколько у меня есть. Видите, третий, четвёртый thread, первый, второй и так далее. То есть я уже получил параллельную обработку на multiple threads и всё подсчитано было за меня. Ну вот, вот, пожалуй. А, есть ещё, наверное, один слайдик буквально, я просто скажу два слова и мы заканчиваем. Есть такое понятие там, как backpressure. Когда у вас есть продюсер и у вас есть consumer, допустим, если продюсер у вас выдаёт данные намного быстрее, чем вы можете consume. То есть это называется, вы хотите как-то контролировать, вам нужен какой-то краник, чтобы сказать, немножко медленнее поток сделай, не давай мне столько, я не могу это всё принять. И есть много разных там методов, функций, например, есть sample, брать только в выборке элементов, или throttling, так называется, так называемый держать. Можно сказать, buffer, можно сказать, буферизирую на observable, на продюсере и каждые, скажем, пять секунд выдавая мне порцию. Можно использовать то, что называется window. Window – это когда у тебя наберётся n элементов, только тогда делай мне push. То есть есть subscriber request, это наоборот, это когда клиент, когда консюмер сидит и с ручкой громкости типа сидит и говорит, дай-ка мне пять штучек. Он их обработает в своём темпе, а потом опять скажет, request следующие пять штучек или семь или восемь. Очень большая гибкость. Ну вот собственно и всё, время моё заканчивается и если у вас есть вопросы, пожалуйста, вот есть информация там с ссылочкой на примерчики эти все, которые я вам показал на гитхабе. Наша компания Forata Systems и блог мой вот и Twitter вот. Сейчас как раз я закончил писать книжку с моим коллегой Антоном Моисеевым, который здесь был в прошлом году по Angular 2 Development TypeScript. Это не Java, извините. Но если захотите купить, там дискаунт на 39%. Всё, спасибо, ребята. Если есть вопросы, я могу ответить. Вопросов нет? Да, пожалуйста. В JavaScript нет накопоточности, это правда. И вся фишка была в том, что она не нужна. В JavaScript некие фреймворки поддерживают то, что называется worker-threads. То есть всё-таки делается отдельный thread. В JavaScript тоже есть schedulers, так называемые, но функционально они действительно другие. Они не создают отдельные thread, они просто говорят, когда schedule эту обработку. Но в JavaScript есть thread и есть понятие worker-thread. Проблема дебага и тестирования. Дебаг мы делаем с помощью этих функций с сайд-эффектами. Проблема тестирования большой нет, а наоборот тестирование упрощается, потому что вся ваша обработка состоит из набора простых функций. Вы можете всегда написать юни-тест для данной функции и проверить, работает ли она. Поэтому проблем я там особых не вижу, если честно. Ещё? Я не вижу. А, кто спрашивает? Я вам уже говорил, если тот, кто делает push, выбрасывает exception, и вы ничего не предусмотрели на потребителя, на консюмере, то стрим заканчивается. Полностью заканчивается. Unless, если вы сделаете то, что я вам показал, добавите функцию onResumeError, тогда он переключится, он автоматом делает переподписку на тот поток, который вы захотите. Но в принципе да, если ошибка выходит, то стрим заканчивается. Да, конечно, вы говорите requestN, да, например. Вы говорите, дай мне пять штук, а потом вы посмотрели, у вас есть какой-то ping, может быть, heartbeat, вы видите, о, ситуация улучшилась, пошла обработка быстрее. Теперь попрошу двадцать штучек сразу, а потом опять три. Ещё вопросы? Как ограничить потоки на продюсер-консюмере? Если вы используете стратегию, которая называется computation strategy, тогда она сама посчитает, сколько у вас коров и сама вам выделит, сколько надо. Если вы хотите, вы можете ему дать другой конструктор, который использует executor. В этом случае вы сами делаете executor, на сколько средств вы хотите, pool, и даёте ему executor, и он будет по вашим правилам делать. Один продюсер, если есть и много консюмеров. Это интересная тема, вам нужно посмотреть на то, что называется hot observable versus cold observable. Hot observable, горячий, так называемый, это то, что я вам сегодня не показывал. Я вам показывал cold. Что такое cold observable? cold observable – это ситуация, когда подписка говорит о том, что я подписываюсь, и с этого момента начинается производство данных. Hot observable – это ситуация, когда данные идут regardless if you have subscriber or not. То есть даже если никто не подписан, а он push, push, push. Например, сервер, market stock quotes. Они выдаются. Кто-то подпишется, тогда он начнёт получать данные с этого момента. Он не получит ничего, что было раньше. Это hot. И hot observable могут иметь много subscription, это делается очень легко. В зависимости от языка, например, в JavaScript есть функция share. Вы говорите, вот тебе подписка, share. Есть ещё такой метод, называется ref count, он считает подписчиков. То есть делается легко, элементарно. Ребята, будет следующий докладчик, докладчик уже наверно. Давайте ещё один вопрос, и я буду уходить. Ну, если вы хотите, мы можем поговорить дальше. Переключение внутри как происходит, я не знаю. Это имплементация RxJava. Я без понятия, как они это сделали. Но факт тот, что они знают, что, скажем, в андроиде UI сред должен быть создан, они его создают. Вы его заказали на observe.on, они вам его сделают. Так, всё, ребята, спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.